запись литина и я начну с того что любой адрес на строке адрес dsgu.ru ввожу адрес dsgu.ru в чате я его сейчас еще напишу dsgu.ru это тот адрес на котором мы в дальнейшем сможем решать любые задачи которые нам нужны тут выскакивают, появляются различные подсказки вот здесь есть в правом нижнем углу дейджик под названием есть вопрос, задайте его консультанту он сейчас не в сети это значит, что я не включил сейчас чат он пишет к сожалению нас пока нет рядом не волнуйтесь мы все равно получим все оставленные вами сообщения это значит что если меня у компьютера нет я на занятиях или на совещании и так далее или меня выключили свет в Сочи это не страшно вы пишете здесь свой электронный адрес представляетесь но я не пишите напишите фамилия имя отчества и вот здесь можете написать любое сообщение например не могу вспомнить порой или как разместить файл для учебной группы и так далее это письмо попадет в мою систему заявок то есть она останет в очередь в мой персональный отчет я считаю перед руководством что я сделал что не сделал и сам себя контролирую если я в сети то мы можем прямо здесь в чате переписываться чат полезен тем что он мне показывает где вы находитесь на какой странице у вас возник вопрос это для меня очень важно вам долго не писать я веду предмет веру кс.е. или там другой но я не могу его найти и так далее я сразу вижу где возник у вас вопрос вот пожалуйста обратите на это внимание что здесь я могу оказывать вам консультационную поддержку по работе с этой системой это наш сайт сейчас я сделаю масштаб поменьше и расскажу о его возможностях на этом сайте ведется дистанционное обучение это пока не ваш случай по-моему ни в одном филиале дистанционного нет здесь ведется больно-рейтинговая система у студентов очной формы обучения здесь студенты заочной формы на факультете туризма и сервиса представляют свои контрольные работы по семестрам по группам по предметам размещают преподаватели и проверяют здесь авторские разработки пока не буду отвлекать здесь есть для слушателей курсов повышения квалификации богатейший материал который я вам буду периодически передавать и функция поиск помощь здесь же также имеется раздел для магистрантов это учебные материалы по битурентам понятно и сегодня я создал тут еще группу Роксообщества в дистанционном обучении в дальнейшем я добавлю сюда еще группу ресурсов для филиалов отдельно для каждого филиала будет своя группа и там вы сможете и сами размещать то что вам потребуется информация которая представлена внизу сейчас я не буду ее подробно предлагать тут информационные рекламные материалы тут даже веб-камера перед зданием университета площадь что там происходит можно в реальном времени смотреть тут образцы учебных материалов и так далее начнем с того что во-первых еще раз прошу сообщить что вы не слышите напишите в чате да отлично отлично начнем с того что любой пользователь в этой системе вот этот блок ход может зарегистрироваться на сайте создать учетную запись если он забыл свой пароль есть какое-то время есть кнопочка забыли пароль если пользователь зарегистрирован это может быть преподаватель студент любое должностное лицо вводит свой логин и пароль и попадает в качестве зарегистрированного получает доступ к каким-то ресурсам каким именно сейчас я расскажу всем после нашего занятия повторяюсь вы сейчас можете забыть но запись у вас будет я дам ссылочку сейчас вы просто слушаете задаете вопросы уточняете а я рассказываю и показываю как будто бы мы находимся рядом буду рассказывать и показывать вы постарайтесь запомнить но не переживайте если вы забудете эта запись будет у вас как конспект итак создаем учетную запись надеюсь что цель создания и смысл мы уже с вами обсудили цель посмотреть возможности получить для себя практически собственную авторскую страничку для того чтобы в последующем легко и удобно решать информационные а также и учебные задачи с вашим игроком появляется сообщение его можно не читать но здесь идет о том что ваши персональные данные такие как фамилия имя отчество город проживания ваша электронная почта не будут использоваться в каких-то рекламных и прочих целях администрации университета если вы считаете что вам это не надо то соответственно вы можете задать мне вопрос какие есть риски какие есть ограничения какие там есть помиссии можете персонально задать пока таких вопросов никто ни разу за мою практику из коллег не задавал и так как происходит регистрация очень просто здесь вы пишете любой логин например на латинском языке например зверев пароль к примеру раз два три четыре пять любые цифры и сочетания букв можете посмотреть главный чтобы вы запомнили свой логин и пароль сложно придумывать не рекомендую кому не забыть я ваши пароли не знаю как администратор сайта логин и вижу но всегда можно как подняться скажу всегда восстановить забыть и логин пароль и так фамилия имя и отчество город понятно страна понятно дата рождения не обязательно далее статус выберите себе сами преподаватель по молчанию написано другое выберите себе отлично и нажимайте кнопочку сохранить если хотя бы одно поле написано с ошибкой допустим адрес имейл написан с русскими буквами или отсутствует символ так называемой собачки или точка какая-то пропустим то вам система не даст идти дальше и сообщить что какие-то данные в виде не верно если все сделано верно и вы нажали на отлично спасибо единственное здесь обратите внимание что пусть нажатие на кнопочку сохранить система проверит что это действительно вы а не кто-то другой от вашего имени использует ваш электронный адрес это значит на вашу личную почту придет письмо с текстом что уважаем это Мария Ивановна просим подтвердить что это именно вы а не кто-то другой использует ваш электронный почт и внизу будет ссылочка голубого цвета нужно по ней нажать подтвердить и только после этого ваша регистрация завершится вот это может быть какое-то неудобство но оно обоснованно я специально эту функцию включил чтобы не создавать путаницу недоразумений для работы особенно у студентов иногда студенты вводят неправильный адрес и ничего нехорошего в этом не получается студенты обычно кстати тоже без проблем регистрируются то есть вы уже догадываетесь что к тому ресурсу который вы получите вы можете предоставить право своим студентам я тут поди скажу как это делается они просто-напросто также на этом сайте регистрируются а дальше получают доступ только к тем ресурсам которые предназначены для этой учебной группы там несложно хорошо вопросы по регистрации есть нет замечательно сейчас я вхожу на сайт под своим логином параллём чтобы нам продолжать далее нашу работу итак я зашёл на сайт если вы будете также входить на сайт вы увидите здесь в правом верхнем углу фамилия имя и отчество если вы не ведёте свою фотографию здесь будет такой контур человека серого цвета контур что это кто-то там есть рекомендую вам и вашим студентам обычно все это делают вести здесь фотографию где было бы видно лицо вот это неофициально без галстука специально делаю чтобы не пугать официозу это облегчает некое взаимодействие социальное далее если вы захотите изменить свои персональные данные вы их можете всегда сделать если вы и ваши студенты получают доступ к каким-то ресурсам на этом сайте примерно 5000 а точнее 5495 человек зарегистрировано включая сотрудников еще здесь у меня на этом у нас на этом сайте 1700 учебных не ресурсов а предметов 1700 предметов каждым из которых размещены различные учебные материалы также хочу обратить внимание на ссылочку мобильная версия это значит что если у кого-то слабый интернет и сайт будет работать быстрее примерно на 40% обратите внимание на мои контакты мои телефоны если у вас возникнет вопрос электронная почта и skype если вы из какого-то вообще другого компьютера зашли и все забыли вот здесь все мои контакты есть не стесняйтесь звоните даже когда наши курсы закончатся кстати такой предмет есть у нас Валентина Вячеславовна это интересно тем что если вы полностью укомплектован там уже все материалы есть если вы состыкуетесь с нашим преподавателем скорее всего она скажет доберите мои материалы и вопрос я копирую название этого предмета и добавляю его и все как администратор и иностранный язык есть и экономика и статистика я сам преподаю предмет статистика сферы гостеприимства у меня есть богатейший материал включая мои видео лекции не вопрос обмен можем организовать самый плотный теперь я обычно в названии предмета указываю фамилию преподавателя мои предметы которые я веду буду давать всем кто просит теперь посмотрите пожалуйста на экран на английский язык тоже у нас английский немецкий и французский может быть не идеально но тоже есть мы проговорим хорошие кстати методические разработки интересные есть но я хоть и военный переводчик я не буду судить об их качестве может быть вы скажете у вас есть лучше да согласен у нас очень много материала уже в готовом виде есть теперь посмотрите пожалуйста на экран какие тут есть настройки эти настройки обычно делаю я но любой преподаватель в своем курсе всегда их может изменить вот открыть настройки курса в либо момент сделать следующую операцию формат бывает разный мы обычно используем структуру структура это значит несколько пунктов например по умолчанию здесь стоит 7 пунктов первый второй третий далее дата начала предмета автоматически сегодняшняя дальше ничего мы не меняем размер максимального файла 30 мегабайт вполне достаточно чтобы отправить какую-то контрольную работу или файл доступно это значит что можно дать доступ своей своей страничке всем гостям наиболее частый вариант допуск гостя имеющего ключ это значит преподаватель сам или с моей помощью назначает секретное кодовое слово которое сообщает ну секретное в кавычках сообщает своим студентам и говорит вот зайдете по этой ссылке там мой предмет ключ или кодовое слово например кодовое слово 1 2 3 вот и назначаю преподавателя автоматова из нижнего новгорода к примеру он теперь как зарегистрированный пользователь получил полные права для работы в этом курсе уважаемые коллеги обратите внимание на вот эти треугольнички зеленоватого цвета это называется блок это называется блок это тоже блок вот еще блок это блоки запомните этот термин это блоки почему я на нем делал акцент дело в том что их можно скрывать и треугольничек стал треугольничек стал серого цвета и повернулся вот он повернулся это значит блок свернут а этот блок развернут поэтому не пугайтесь лишние блоки можно свертывать вот эти блоки можно свертывать а можно развертывать пожалуйста обратите внимание система очень насыщенная кажется сложная поначалу но она хочу сразу сказать специально разработана для образовательной деятельности это специальная программа это целый комплекс постепенно выкнут в этом предмете автоматов василий петрович как преподаватель студенты когда зайдут выведет этот блок они в первую очередь увидят кто у них преподаватель вот он и увидят ссылочку отправить преподавателю сообщение прямо от системы или написать ему письмо то есть студент уже сразу получает обратную связь с преподавателем и так преподаватель автоматов видит что вначале его курс абсолютно пустой вот эти пункты 7 пунктов каких-то разделов по умолчанию были созданы количество этих разделов можно изменить уменьшить увеличить сейчас мы будем их чем-то наполнять вот эти пункты в этой платформе в этой программе называются секции давайте отработаем самый примитивный вариант никаких тем преподаватель здесь не открывает он просто хочет разместить несколько файлов например вопросы для подготовки к зашетному экзамену методические указания по написанию контрольных или курсовых работ ну и и все больше пока от него он ничего для себя не ставит это тоже нормально посмотрим повнимательнее на то что здесь мы видим здесь мы видим сразу по умолчанию появился элемент под названием новостной форум многие из вас уже знают что значит в интернете форум это место в котором пользователи могут открывать темы размещать сообщения для других участников прикреплять отправлять им файлы в этом форуме любой участник форума может писать ответ мы сейчас этот элемент к откладываем начнем сразу с главного преподаватель автоматов решил разместить для своей учебной группы методическим указанием по написанию контрольных работ этой методички нигде пока в библиотеке не к примеру на кафедре раздавать ее по почте на флешке и так далее эти варианты неудобны он хочет чтобы заходила только та группа которая это касается больше чтобы никто нигде не мог скачать он решил это сделать для этого преподаватель делает следующее только у преподавателя есть вот эта кнопочка редактировать студентов ее нет нажмем на эту кнопочку это будете делать вы лично практически сами пожалуйста посмотрите потом посмотрите когда вы закончите редактирование вы нажмете на кнопочку закончить редактирование какие появились элементы во первых сделаю покрупнее мы увидели целую серию кнопочек дополнительных возможностей причем еще и с подсказками подсказки вы можете прочитать на русском языке но если вы послушаете внимательно тут на самом деле все интуитивно понятно начнем с первого элемента он называется добавить ресурс потом есть более сложный элемент добавить элемент предмета начнем рассматривать что может здесь делать преподаватель при нажатии на список это называется список такой вот появляется меню это называется список нам нужно в этом списке только один ресурс сейчас мы хотим точнее это хочет автоматов Василий Петрович разместить ссылку на файл и так он нажимает ссылка на файл можно веб-страницу но это пока мы не будем рассматривать он здесь пишет название методические указания по написанию контрольной работы у меня автозамена стоит я написал 4 буквы и автоматически написала здесь методические указания по написанию контрольной работы то есть это та информация которую видит студент выбрать или загрузить файл здесь мы видим что ничего пока нет но видим кнопочку закачать файл то есть как мы догадываемся нажимаем на нее закачать выберите файл со своей флешки или компьютера ну допустим у меня есть масса этих материалов я выбираю файл а видите замечательный вот этот файл появился вот этот файл появился первый минус русскоязычное название в период этого файла прописалось на английском языке через 2-3 минуты мы увидим как избежать этого из более яркий способ файл появился также обратим внимание на его расширение док икс это значит что студент имеющий версию офиса 2003 ваше указание не прочитает никогда пока или преподаватель не изменит версию док расширение док или студент не заплатить денег не обновить свой офис на более высокую версию пожалуйста когда вы размещаете эти файлы учите сохранять если не знаете подскажут чтобы на формате док не все студенты имеют обновленные версии офиса итак файл есть далее осталось нажать на одну единственную ссылочку выбрать и путь к этому файлу преподаватель автоматов прописал и все можно ничего не делать но я все таки советую нажать на принудительное скачивание тогда файл сразу будет скачиваться студентку на его компьютер и все сохранить и вернуться к предмету немножко сложно кажется но постепенно вы быстро привыкнете сохранить и вернуться к предмету это значит ну увидим предмет а сохранить и показать увидим то что есть предмет это не важно что вы нажмете нажмем допустим сохранить этот файл, и вернуться к предмету. Вот появилась наша ссылочка. Сейчас я сделаю ее покрупнее. Так и называется методические указания по написанию контрольной работы. Так как я написал название, видим, что появился ярлык Word. Word. Платформа сама определяет вид файла, показывает, что это Word. Вот и первое, что сделал преподаватель. Разместил файл для студентов твоей группы. Все ли понятно по вот этому элементу, как это делается. Если понятно, напишите да, понятно. Хорошо. Следующий элемент нашего занятия. Преподаватель не хотел размещать свой файл тут, но так получилось, что он разместился тут, а ему хотелось бы вот в пункте 1 это сделать. Или наоборот, из другого места. Для этого преподаватель просто-напросто выбирает вот эту пиктограммку. Если подвести мышку к любой из этих пиктограмм, появляется подсказка «Перенести». Нажать на эту кнопочку «Перенести» и тут же появляются места, пустые пунктирные ячейки, куда его перенести, нужно просто выбрать эту ячейку для переноса, например, в первую позицию, и ваш файл перенестится в то место, куда вы хотели. Вот мы обычно так делаем. методичка, все что-то, все последовательно. Вот мы сейчас с вами рассмотрели порядок размещения ресурса в виде файла. Это самый популярный элемент, который значительно облегчает жизнь и студентов, и работу преподавателя. Мы разместили файл. Есть гораздо более простой и удобный способ выполнения этого элемента преподавателя. Ну, примерно раз в пять легче можно размещать файл двумя движениями, просто методом drag and drop или перетаскиванием. Но чтобы это сделать, нужно отказаться от мобильной версии и включить стандартный режим. То есть это произвольно можно иметь. и просто-напросто из своей папки, где лежит мой документ, какой-то файл, я для студентов его перетаскиваю. Вот я навел. Видите, как я навел на вторую секцию файл и появился зеленый крестик? Видите? отпускаю и вот сразу отлично. Вот видите, я просто-напросто перетащил в режиме редактирования какой-то файл и он тут же на наших глазах с русским названием разместился. То есть буквально за две секунды все произошло на наших глазах без всяких. Отлично, процедура понятна, все здорово. То есть я думаю, что первый вопрос мы почти завершили, но обратите внимание на еще пару моментов. Если вы по ошибке какой-то файл разнестили, есть кнопочка в виде красного крестика называется удалить. Если вы нажимаете удалить платформа спросит вы уверены да и видите тут ничего сложного нет. Другие элементы более сложного мы только один самый тоже легкий элемент рассмотрим с вами быстро, буквально за одну минуту вот этот карандашик возле первой темы. Если вы нажмете по этому карандашу редактировать вы можете написать здесь текст на например учебные материалы любой текст и нажмете сохранить тогда у вас в этой первой секции будет подзаголовок вот он учебные материалы допустим у вас несколько файлов вы туда их разместите кстати можно перетаскивать не один а целую группу файлов например вот так взять и целая группа файлов полетела туда пакетом одновременно индикатор показывает загрузку если файл большой вот на ваших глазах как-то быстро делается а во второй секции вы например измерительные материалы контрольные материалы хотите написать для удобства для структурирования вашей странички чтобы там не было каши а это бывает очень часто старайтесь структурировать информационные материалы публиоучебные давайте контрольные материалы куда же надо давать что-то на оценку вот и все появилось два пункта на страничке преподавателя они структурированы они поясняют что-то не просто свалка файлов а файлы с определенным назначением студенту так удобнее иногда наваливают файл и там студент разбирается сам как хочешь не маленький я советую что-то структурировать так будет понятно например в контрольных материалах вы захотите чтобы они давали вам контрольную но это уже более сложный элемент итак уважаемые коллеги мы сейчас рассмотрим очень продуктивный элемент хорошо без прерыва очень продуктивный элемент который по трудоемкости ну абсолютно несложный начинающий коллега преподаватель полностью никогда если не работал выполняет можно максимум за 7 минут не больше более опытный со второго третьего раза это делается просто на ура причем это делается один раз и потом можно и не трогать и эта процедура позволяет нам сэкономить массу непроизводительных затрат рабочего времени и нервов нашей практической работы как это можно сделать потом вы скажете свое мнение право или нет я никому не навязываю свое точку зрения я делюсь опытом и так преподаватель самостоятельно после наших курсов может спокойно это сделать нажимает не добавить ресурс а добавить элемент предмета оказывается тут можно выполнять различные виды учебной деятельности тут их масса тут и различные тесты и вики и даже аудиозадания по иностранному языку когда студент на оценку у себя дома наговаривает текст прослушивает его если нравится отправляет на оценку и преподавателем и ставит оценку как он умеет читать или переводить и говорить этот текст на иностранном все это также фиксируется тут и глоссарии и целые игры есть например как стать миллионером у нас по налогам любительница преподавателей играть в игру как стать миллионером заочники и получают за это оценки надо правильно вводить а выбирать вариант из трех вариант ответа из трех пунктов или кроссворды но веселиться мы применяем есть такая тоже игра мы сейчас ничего из всего этого громадного перечня не применяем используем только ответ задания ответ в виде нескольких файлов пока больше ничего есть в виде ответ в виде файла я обратите внимание не советую использую потому что студент может не с первого раза задание выполнить это нормально поэтому берем в виде нескольких файлов еще раз извините перескочила быстро надо померить добавить элемент предмета ответ в виде нескольких файлов мы везде будем видеть примерно одинаковый интерфейс или пункты элементы которые мы должны здесь вводить видим красную звездочку в поле названия заданий так и пишем контрольная работа то есть это контрольная работа для студентов что они здесь должны сделать фп файл на проверку преподавателя оценку какую они могут получить 100 баллов 5 баллов зачтено не зачтено где тут зачет называется даже заочниками все таки я советую применять 5 балльную скалу у заочников у всех есть контрольные работы по всем предметам где-то курсовые курсовые только на терновик контрольные в режиме терновика а контрольные можно сразу использовать для оценивания и учетов пятибалльная чтобы они видели градацию неважно что он за четки получит запись зачтено чтобы они хоть как-то видели градацию и во-вторых пятибалльная шкала она позволяет определять среднюю успеваемость зачтено не зачтено трудно арифметически пятибалльная далее добавляется с какого времени доступно если вы хотите ограничить доступ к выполнению работы вы можете это сделать но обычно мы ограничиваем снизу когда последний срок сдачи студенты это всегда видели в каждом предмете что у вас муду эта система показывает у вас заканчивается срок вставления контрольной работы последний срок сдачи ставите дату если ее отключите нажмете галочку то значит она бессрочна он вечно и получает право вечно сдавать не надо вечно сдавать допустим надо ждать до декабря к примеру ну 30 и время тоже обратите внимание чтобы по времени это было удобно и понятно следующий элемент то есть у наружка запретить отправку да срок закончился все уже никаких отправок преподаватель не может это ждать на бесконечность максимальный размер 30 мегабайт по умолчанию нормально разрешить удаление это значит если подсказку посмотреть я советую включать например часто путаются студенты отправляют не тот файл разрешить удаление стоит да тогда он сможет заменить этот файл на другой максимальное число загруженных файлов на самом деле это число попыток вот три попытки по умолчанию стоит после трех ну что тут вечно слайд и работает можете одну попытку можете десять попыток ну вот пока мы так делаем разрешить комментарии например он может написать я отправил повторно если стоит нет значит никаких комментариев к этому файлу он не написал скрыть описание пока задание не станет доступным но это если мы сверху ограничиваем дату допустим пока дата не наступит он даже задание не видит а вот это вот опасный элемент по умолчанию он стоит нет отправлять уведомления учителям надо поставить да к сожалению я не могу пока это исправить может быть и позже и делаем но по умолчанию стоит нет а вы ставьте всегда да слово учителям здесь тоже перевод еще до конца перевели теперь надо писать преподавателям но это и есть тот автомат который моментально получит на свою почту о чем говорил наш коллега Велев на почту придет преподаватель письмо что контрольная работа например Марьи Петровны там и вам новые студенты надо проверить да далее мы все пропускаем и нажимаем сохранить и вернуться к предмету у нас время 11.48 до 11.55 11.55 еще есть несколько минут но мы видим что контрольная работа завершена и для проверки преподаватель всегда рекомендую чтобы проверить свою работу ходит под ролью студента и видит свой труд в этом курсе глазами студента как же видит это все студент а вот что и видит студент он видит набор файлов и видит контрольная работа преподаватель в роли студента выполняет процедуру нажимает на ссылочку контрольная работа и как студент видит что тут нужно отправить файл на проверку понятно мой преподаватель меня проверит срок сдачи начала и окончания четко видит до 30 декабря система пишет видит что он еще ничего не отправил хорошо студент видит кнопочку выберите файл видит его размер ограничения то есть все предельно понятно для студента только просто прочитать один раз студент выбирает свою работу ну например там какие-то какой-то файл видит все понятно что файл выбрался и нажимает кнопочку отправить вот я нажимаю как студент сами себе можете направить но это нигде не сохранится студент видит то что он так студент видит он иногда начинает задавать глупые вопросы а я не знаю ушло не ушло посмотрите вот он ваш файл то есть студенческий файл размещен для проверки если размещен ошибочно вот этот крестик исправить удалить его может удалить если еще захочет может заново направить и напоследок он тут может написать свой комментарий редактировать какой-то текст для преподавателя с каким-то комментарием извините я направляю повторно прошу перепроверить может и ничего не писать возвращаюсь назад то есть комментарии по контрольной работе это вид консультирования между студентом и преподавателем и последнее вот эта кнопочка отправить для получения оценки я пока не могу ее удалить она никак вот то что черновик это не мешает преподавателю оценивать но если студент нажмет на отправить для получения оценки то он не может дальше исправить повторно право и все в этом страшно уважаемые коллеги мы еще не посмотрели работу преподавателя как он проверяет у нас время сейчас закончилось все это я записывал вы можете потом просмотреть я дам ссылочку вернуться в нормальный режим обратно кроме преподавателя студента я сейчас на этом делаю мы договоримся когда будет наше следующее занятие есть вопросы вот по этим пунктам как разместить еще и контрольный момент можно в принципе сейчас перейти в скайп я открою тогда скайп и мы сделаем отлично все понятно те которые останутся мы сейчас подведем некоторые итоги будут Продолжение следует...